Всем привет! Я продолжаю распаковывать фигурки от компании Фанка, и на этот раз у меня попалась Бригитта из сели Overwatch Games под номер 496. У меня уже была одна фигурка из этой подсели, то есть из Overwatch это была Собра. Кто не видел, можете зайти посмотреть. Итак, собственно, с пельди коробки у нас здесь всё по стандарту. Написано имя персонажа, Бригитта, виниловая фигурка. И здесь также ещё сбоку нарисован наш персонаж. Ну, сбоку она у нас уже стоит полностью во весь рост. И сзади показаны остальные фигурки из этой подсели. Но здесь, кстати, не все. Здесь, допустим, нету той же Собры, которую мы с вами уже распаковывали. Нету ни Эш, а также нет ни Ангела, ни Красавчика, ни Турбосына. То есть здесь всего лишь несколько персонажей показано. Из тех, которые здесь нарисованы, мне хотелось бы ещё получить себе вот этого хомяка Хэммонда. Или же Тарана, как его в русской версии назвали. Он, кстати, размером аж 6 дюймов, то есть покрупнее, чем остальные. Ну и стоит он, естественно, дороже. Я, кстати, в такой раскраске уже нигде не находил. Видел только такой оранжевый с зелёным. Он какой-то очень странный. Мне хотелось бы такого более классического. Ну и также ещё есть Мойра, я видел в продаже, и Дива. Но они мне что-то вообще как-то не понравились. Вот решил выбрать себе именно Бригитту, потому что персонаж сам по себе тоже довольно интересный. Ну и здесь сверху, как всегда, всё стандартно. Сделана фигурка у нас во Вьетнаме. Знаю, что она будет чуть получше качеством, скорее всего, как это очень часто бывает. Ну и её номер, на этот раз, сместили сюда вниз. Помимо, обычно где-то пишут здесь. Ну что ж, давайте её распаковывать. Делаем, как всегда, это снизу. Подставочка, собственно, стандартных размеров. Надеюсь, что фигурка нормально войдёт сюда. Потому что с фигуркой Sombra у меня были небольшие проблемы, она туда не влезла. Но надеюсь, здесь всё будет хорошо, и она сюда спокойно влезет. Фух, довольно как-то так тяжеловато она туда входила. Но, тем не менее, с обставкой держится очень хорошо. То есть, даже можно перевернуть, она не выглядела. Обычно фигурки у меня плоховато держат. Здесь прям очень хорошо сюда влезла. Ну что ж, вот так вот, собственно, выглядит фигурка. И она, кстати, тоже может немножко поворачивать головой. Это очень здорово, потому что я люблю, когда можно голову чуть-чуть развернуть и задать какую-нибудь позу. Но не сильно. То есть, на 360 градусов голова её не вращается. Кстати, надписи под головой. Очень сложно прочитать, что написано. Потому что сзади у неё висит такая штука, я не помню, как это называлось. Но из неё появлялась такая палка, когда она начинала использовать свою суперспособность. И вот она, собственно, закрывает. Поэтому не можем прочитать полностью текст, который здесь у нас написан. Только виден, что код, который у нас на коробке. Здесь, собственно, аналогично. Тоже особо ничего не видно. Ну, впрочем, ничего страшного. Не менее, фигурка очень хорошо детализирована. Очень высокой детализации. Мне особо понравилось, как сделаны у неё волосы. То есть, они так немножко загнуты в сторону. Как будто какой-то ветер. И он заворачивает волосы. Это выглядит действительно очень красиво. Также ещё на её лице много веснушек. Как это, собственно, было у нас и сделано в игре. И очень интересно сделаны реснички. То есть, они так немножко заходят в сторону. Но никак, это сделано у обычных персонажей. Они здесь такие более закруглённые. В качестве оружия у него имеется такая огромная булава. Также ещё такой щит, который тоже очень хорошо сделан. Как по мне, лучше бы вот эти вот нижние элементы, которые у нас сделаны с такими серебряными полосками, сделали прозрачными. Это было бы поинтереснее. Выглядело бы, как это сделано, собственно, на свой глину. Так, в принципе, тоже ничего. Сзади ещё имеется такой кусочек, как будто ткани, которая закрывает часть этой брони. И вот эта мини-фигурка детализации на высоте. Как по мне, она даже больше детализирована, чем собрая. То есть, он бы просто такой костюмчик одет. И, по сути, большинство деталей прокрашено просто целиком в отлитой. И потом их прокрасит. То видно, что ради бельгита уже добавляли разные элементы. То есть, у нас изначально шла обычная тельца фигурки, а уже потом сверху добавляли всякие элементы брони. То есть, у нас вся она с облепленная. Из-за этого детализация у неё на высоте. И эта фигурка выглядит очень здорово. Ну что ж, всем спасибо за просмотрение. И шпоро саму ролик. И вы оцените лайком, а также подпишите на мой канал. Смотрите остальные мои видео про распаковку фанкапупы. Также ещё обзоры на Лего. Всем удачи и всем пока.